МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За наших в Абакане прошел митинг в поддержку специальной операции на Донбассе. В Благовещенском храме продолжаются работы по обустройству внутреннего убранства. Обмеление Енисея – это всерьез и надолго. Аномальное маловодие главной Сибирской реки влечет за собой целый ряд последствий. Плавись рыбка большая и маленькая. Почему вот уже сотни лет всем другим видам отдыха многие предпочитают рыбалку? Здравствуйте, в эфире телеканала Абакан 24, информационная программа «Сегодня». В студии для вас работает Ольга Могучая. Не переключайтесь, нам есть о чем рассказать. За Россию, за мир без фашизма. Сегодня в Георгиевском саду Абакана у памятника защитникам Отечества прошел митинг в поддержку специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма. Участие в нем приняли порядка 300 человек. Они собрались вместе, чтобы выразить поддержку президенту России и сказать слова благодарности тем, кто защищает нашу страну. Ее интересы иногда ценой собственной жизни. Я внук того солдата, прошедшего Берлин, В далеком 45-м ребята рассветбата На стане Эристага писали непростим. Мы не простим сожженных советских деревень, Детей отцов лишенных, погибших матерей, Разстрелянных закатов, рассветов среди мин. Я внук того солдата, прошедшего Берлин. США и страны Евросоюза всегда имели своей целью столкнуть Россию и Украину. Именно поэтому они всегда игнорировали наши исторические интересы. Именно поэтому они отвергали все наши мирные инициативы. И Минск-1, и Минск-2. Именно для этого они создали этот конфликт. Но, к счастью, решениями Верховного Главнокомандующего Эта ситуация пошла наименьшей сложности. А галтелая русофобия на Западе сейчас единственной целью считает уничтожение России. Уничтожение российской нации. Сейчас очень важно поддержать нашего президента. Пусть при принятии решений рядом с ним всегда будут терпение, мудрость и мужество. Этот нарыв национализма, фашизма пришлось вскрывать. Пришлось защищаться. Пришлось защищаться от всего того, что готовилось 30 лет против нас. Культивировался украфашизм. Переписывалась история. Готовилась война против нас. Сейчас наша профессиональная армия, наша армия во главе с нашим великим земляком Сергеем Кужугетовичем Шойгу достойно выполняет свои задачи. Известный немецкий канцлер рота фон Бисмарк говорил, никогда не воюйте с Россией. Тем не менее, пошли. Тем не менее, позволили себе так относиться к нам. Тем не менее, пытаются с санкциями уничтожить нашу экономику, наш суверенитет. Ничего не выйдет. И эта победа будет за нами. Восторжествует мир и свобода наших граждан. Сегодня всеми жителями страны и нашей республики делается все возможное для того, чтобы оказать помощь нашему братскому народу. Мы уже отправили несколько гуманитарных грузов для наших граждан и нашей армии. И сегодня эта работа продолжается. Но самое главное сегодня нам сплотиться всем вместе. И моральная поддержка для наших солдат, она всегда очень важна. Я думаю, что сегодня здесь стоят действительно патриоты Хакасии, которые свято верят в то, что сегодня какие меры предпринимаются нашим правительством российским и нашими ребятами. Поэтому я хотела бы попросить вас всех консолидировать все свои силы. Вы понимаете, сегодня та обстановка, когда надо меньше говорить, а больше делать. Поэтому наши с вами действия, конечно же, должны быть направлены на патриотическое воспитание, прежде всего, нашей молодежи. Россия, за тебя всегда молюсь. Россия, колосульчик и звездный. Бог хранит святую Русь. Солдаты доблестных полков побед историю писали. Россия пройден долгий путь. Побед великих, славных, честных. Гордиться доблестью страны, ее великой, громкой славой. Мы полностью тоже поддерживаем все мероприятия, поддерживаем всю политику нашего государства. В общем, мы россияне и мы Россию любим. Чтобы не возродился фашист, обратно наши деды. У меня было два дедушки. Я своим внукам говорю, вам дедушку приготовить блинчики и все. А я своих дедушек не видел. Не было. И у меня деда не было, потому что воевали. Это в Москве, нас защитим в Москве, погибли в обоих дедушку. Мой дед тоже, мама моя выросла в детдоме, потому что мать умерла, отец был на фронте. Никто ее не забрал, но она по данным знает, что у нее был отец, который воевал. И говорим это со слезами на глазах. И мы не хотим, чтобы все это повторилось. И у нас как бы вот это наша память. Надо было, надо было. Так вздеваться на народа в Донбассе. Это не знаю, как люди еще выживают за столько времени. Постоянно под обстрелом быть. Не знаю, не падать духом. Все молодцы. И, конечно, мы поступили правильно. Может, было даже маленько, было пораньше. Поэтому, вероятно, начать. Здесь очень много было сказано в поддержку. Я хочу только отметить, что российскому человеку в голову не придет прыгать на площадях и кричать. Англичаку на геляку. Там, я не знаю, немчираку на геляку. Ментально мы не способны на это. И для того, чтобы это не случилось, те ребята, те женщины, которые сегодня на Украине, за наш менталитет, за российский воюет, за то, чтобы он преобладал в мире, вообще в мире, они сейчас там на этих полях работают. И мы их очень поддерживаем. И самое главное, хочу сказать спасибо. Спасибо им за то, что они там воюют, а моим внукам, которым сегодня 3 и 7 лет, не придется воевать. Они будут жить даже в другом мире. Ну как не поддерживать человека, который взял на себя ответственность? Его зовут Путин Владимир Владимирович. Введение в заблуждение и сообщения с угрозами обошлись коллекторам из Новосибирской области в 50 тысяч рублей. Столько составил штраф, назначенный юридическому лицу судебными приставами Хакасии, сообщает пресс-служба ведомства. На коллекторов пожаловался житель Черногорска. Доказательством неправомерных действий стали сообщения с требованиями незамедлительной оплаты. В ином случае мужчину ждали бы негативные последствия, уголовное дело и суд. Все это введение в заблуждение пояснили черногорцу приставы, которые установили, что мужчина должником не является. Его номер телефона был указан незнакомым ему заемщиком. За нарушение законодательства коллекторы соседнего региона привлечены к ответственности. Они попытались обжаловать штраф, но арбитражный суд Хакасии в удовлетворении иска отказал. На сегодня 50 тысяч рублей юридическим лицом полностью выплачены. Благовещенский храм в Абакане станет первым в республике, где вместо пандуса для людей с орушением опорно-двигательного аппарата установили лифт. Он запущен в эксплуатацию и уже работает. Ксения Рехлова расскажет подробнее. Отделка и благоустройство Благовещенского храма продолжается. Многих наших зрителей интересовал вопрос, где же пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ответ на него уже есть. Для людей с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата установлен специальный подъемник, работающий на электричестве. Для посетителя храма воспользоваться таким нововведением не составит никакого труда. Достаточно нажать на вызов, заехать в подъемник и зажать кнопку «Подъем». Этот способ абсолютно безопасен. Все открывается и закрывается автоматически. Смонтирован подъемник. Очень, между прочим, важный момент для людей-инвалидов, потому что у храма имеется крыльцо, потому что есть стокольный этаж, там тоже важное помещение. Поэтому храм должен быть на возвышении в любом случае. Поэтому крыльцо. Как подниматься человеку, когда у него нет возможности? Коляска. Если на коляске, вот проблем нет. Человек заезжает на этот подъемник, сам может все управлять. Безопасно все сделано. Со страховкой. Он заезжает, открывается и заезжает в храм. Прямо на коляске, без усилия. На сегодняшний день есть еще немало моментов, которые требуется доработать. Благоустройство территории, а точнее ее озеленение, отложено на осень. Как говорят специалисты, это наиболее благоприятное время для того, чтобы ростки прижились. Что касается внутреннего убранства, тут тоже есть над чем поработать. Уже сейчас известно, как примерно будут выглядеть царские врата. На данном этапе художники разрабатывают эскизы. По периметру они будут отделаны басмой, что тоже является нововведением для Хакасии. Также заканчиваются работы по кондиционированию, что тоже станет одной из особенностей Благовещенского храма. Таких, на первый взгляд, мелочей еще много, поэтому об окончательном завершении работ и сдаче храма говорить пока рановато. Но один вывод сделать можно. Это место станет по-настоящему особенным. Ксения Рехлова, Артем Амзараков, Новости. Обмеление Енисея – это всерьез и надолго. Аномальное маловодие главной Сибирской реки влечет за собой целый ряд последствий. А в отдельных населенных пунктах даже угрожает привычному быту людей. Как случающееся раз в сто лет явление может перевернуть все с ног на голову, выяснял Анзор Сабанов. Чуть больше года назад, в июне 2021-го, насосная станция дачного общества «Подсиня» была затоплена. Уровень Енисея поднялся настолько высоко, что на Сайна-Шушенской гидроэлектростанции вынуждены были в течение всего лета сбрасывать излишки воды. Естественно, береговая зона оказалась подтоплена. Учитывая опыт прошлого года, представители садового общества даже взяли грант и нарастили основания, на которых находятся эти насосы, чтобы поднять их повыше и избежать повторного затопления. Однако, все оказалось зря. Действительно, в этом году Енисей не то, что не поднялся до уровня прошлого года, а напротив обмелел, обнажив острова, о существовании которых не знали и опытные рыбаки. Но все это лирика. В практической области маловодье реки чревато остановкой насосов, которые обеспечивают водой более 11 тысяч дачных участков и домовладений массива под Синее. Такой вообще первый раз. То есть Енисей даже острова показывает свои. Такого не было. Если в том году нас затапливало, мы в связи с этим решили реконструкцию насосной проводить. В этом году, как оказалось, что вода наоборот упала. И есть такой страх, что можем и не подать воду на даче. Мы поддерживаем плотную связь с администрацией города Абакана по поводу этому. Ну и ежедневный контроль за уровнем воды. В общем, если Енисей уступит суши еще метр-полтора, ситуация грозит обернуться для дачников потери урожая. Это лишь одна из потенциальных угроз аномального маловодья Великой реки, причиной которого стали небольшое количество снега зимой и скромные осадки весной. Естественно, маловодье Енисея отражается и на наполняемости местных водохранилищ. Так, по данным Енисейского бассейнового водного управления, на данный момент приточность Сайна-Шушинского водохранилища находится на параметрах аж 1936 года. Что примечательно, по данным Среднесибирского управления гидрометеорологической службы, взяться в воде в ближайшей и среднесрочной перспективе в Енисеи попросту ниоткуда. Эти данные были озвучены на заседании рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ ангара Енисейского каскада и северных ГС уровня воды озера Байкал. В свете ситуации она теперь собирается раз в неделю. Собственно, именно на этих совещаниях и принимаются решения по поводу режимов работы гидроэлектростанции. На последнем, 11 июля, принято решение сохранить сброс так называемого Сайна-Шушинского гидроузла в диапазоне 800-950 кубических метров в секунду. Для сравнения, в прошлом году речь шла о 5,5 тысячах кубометров в секунду. К слову, эти параметры очень важны. Например, для Сайногорска, где еще в прошлом месяце начались разговоры о возможных сбоях в работе водозаборных сооружений, если Енисей обмелеет еще больше. Однако пока, и по заверениям специалистов Сайногорска гидроэлектростанции, и по словам представителей местного управления по делам ГОИЧС, ситуация под контролем. Что касается работы водозаборных сооружений Абакана, то здесь и вовсе не было вопросов. В нашем городе все спокойно. Многих беспокоит и то, как маловодие отразится на экосистеме. Кому-то кажется, что комаров стало меньше, кто-то считает, что в водоемах сократилось количество рыбы. Однако специалисты уверяют, все подозрения, скорее всего, беспочвены. Все же речь не о тотальной засухе. Вообще, чтобы оценить влияние того или иного явления на экосистему, требуется исследование на достаточно длительном промежутке времени. Впрочем, не только беспокойство подарило жителям Хакайсии нынешнее маловодие. Например, на территории эколого-экскурсионного комплекса Аглахты из воды показались петроглифы, которые летом обычно скрыты Енисеем. А соцсети пополнились тысячами фотографий абаканцев на песчаных дюнах некогда полноводного Потрошиловского залива. Каждому, как говорится, свое. Анзор Сабанов, Андрей Аралов. Новости. Выучиться на веб-программиста, агента по недвижимости, закройщика одежды, интерьерного стилиста или специалиста рабочей профессии. Сегодня это можно сделать бесплатно в рамках нацпроекта «Демография». Правда, не всем. Кто может этим воспользоваться и на каких условиях, расскажем в следующем сюжете. Нацпроект «Демография» реализуется в стране с 2019 года. Первоначально выучиться за счет государства могли только люди предпенсионного возраста. На сегодняшний день уникальная возможность получить профессию бесплатно появилась и у мам в декрете, неработающих мамочек с детьми до 7 лет, жителей Хакасии до 35, у безработных и тех, кто рискует быть уволенным в ближайшее время. Чтобы подать заявку на бесплатное обучение, необходимо зайти на сайт «Работа в России». Далее здесь мы находим вкладочку «Пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Узнать больше и здесь клик «Записаться на обучение». И уже из имеющегося списка выбираем для нас наиболее привлекательное, то, что нас устраивает, куда хотим пойти учиться, например, 1С-программист. Ответ от специалистов ждем в течение трех дней. Далее человека приглашают в Центр занятости по месту регистрации. Заявочку сразу видят специалисты службы занятости. Это новинка 2022 года. Обязательно проводят с каждым гражданином государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора профессии, направления обучения. И по результатам тестирования уже дают заключение. Одобряют обучение гражданина, целесообразно его обучение, либо нецелесообразно, либо целесообразно сменить направление обучения в зависимости от результатов теста. Зачисление в группу происходит в течение 10 дней. Отметим, на портале «Работа в России» предлагается множество профессий, более 400 наименований. Форма обучения как очная, так и заочная, в зависимости от выбранной специальности. Сроки учебы от трех недель до трех месяцев. Как рассказывают специалисты Минтруда и соцразвития, УМАМ в декрете пользуется большой популярностью обучение на мастеров индустрии красоты. Ведь, получив новую профессию, они могут, сидя дома с ребенком, работать в удобное для них время. В республике Хакасия на сегодняшний день 43 гражданина завершили обучение. На сегодняшний день 211 проходит обучение. И 168 человек ждут начала обучения. В целом уже одобрено более 400 заявлений граждан. Планируется, что за счет средств НАСПроекта в этом году смогут обучиться около тысячи жителей республики. Сроки до 15 декабря. В 2021-м этой возможностью воспользовались 600 человек. Сама же программа по НАСПроекту будет действовать до 2024 года. Надежда Савельева, Александр Кожевников. Новости. Шалико Бервашвили назначен директором Абаканской школы номер 25. Нина Федоровна Багинская, которая много лет возглавляла это учреждение, продолжит делиться опытом с молодыми коллегами и работать в школе заместителем директора. Сегодня Шалико Ивериевич был представлен главе Абакана Алексею Люмину, как пояснила начальник управления образования Ольга Усольцева, новый директор по образованию историк. Он пришел работать в 25-ю школу сразу после окончания вуза. Сегодня у него есть необходимый опыт для руководства. Кроме того, многие абаканцы знают Шалико Ивериевича как депутата Совета депутатов Абакана. 25-я школа сейчас самая большая в городе и, как показывают результаты ЕГЭ, одна из самых успешных. На май этого года в ней было 67 классов, а 1 998 учеников. В коллективе работает 151 человек. У школы несколько профилей. Технологический, социально-экономический, естественно-научный, медико-биологический. Пока изменений в части снижения количества учеников не ожидается, потому что новая школа в Арбане будет не ранее 2025 года. Нагрузка в школе будет только возрастать, жилой район строится и ближайшая школа пока только ваша. Будет очень непросто, но у вас замечательный наставник, у вас все получится, напутствовал Шалико Беруашвили, глава города. 8 вагонов с углем сошли с рельсов сегодня утром на станции Чернореченская Красноярского края. Не исключено нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате инцидента никто не пострадал, состав не опрокинулся, но нарушен железнодорожный путь. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте. В Аскейском районе в ДТП погиб пешеход. Трагедия случилась минувшей ночью в селе Бельтырское. Водитель автомобиля ГАЗ-3110, 48-летний мужчина наехал на пешехода, 47-летнего мужчину, который лежал на проезжей части, на правой полосе по ходу движения автомобиля. Почему он уснул на дороге, пока неизвестно, пишут инспекторы ГИБДТ. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Проводится проверка. В Хакасии с начала года это уже 30-е погибшие в дорожно-транспортных происшествиях. Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано два ДТП, отстранены от управления 15-30 водителей. Далее прервемся на рекламный блок, затем продолжим обзор событий дня. Реклама Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом» 264646. Мечтаете о новой квартире? Мы строим для вас два дома в микрорайоне Арбан. Эти дома достойны вашего внимания. Свободные планировки. Одно-, двух- и трехкомнатных квартир в лучших традициях мехколонны номер 8 и МК Групп. Звоните 28 56 15. Мегахенд на связи. Этим летом у нас будет очень жарко. Возмутительно выгодный шоппинг. Горячие скидки до 90%. Сделай это лето незабываемым вместе с Мегахенд. Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов. Выставка «Россия. Знак качества». С 9 по 23 июля. Рыба Камчатки, белорусские конфеты, монастырский мед, сибирские кедры, шкатулки. Элитная одежда для милых дам. Открытая площадка перед ДК железнодорожников. Пирятинская, 20. Реклама. 24 учителя хакасского языка готовы работать и обучать национальному языку жителей региона. ХГУ выдал дипломы учителям хакасского языка, литературы и истории. Пятеро получили дипломы с отличием. Во время обучения студенты освоили особенности преподавания взаимодействия с учениками, основой тюркологии и древнего тюркского языка. А еще английский и получили опыт по внедрению в учебный процесс информационных технологий. На кафедре хакасской филологии ежегодно обучается около 140 бакалавров и магистров, отметила заведующий кафедры ХГУ Инга Кызласова. Напомним, в 1941 году Наркомпрос РСФСР разрешила Баканскому учительскому институту открыть одну группу по подготовке учителей хакасского языка для школ Хакасской области. В 1945 году состоялся первый выпуск 14 человек. Ловись рыбка большая и маленькая. С самых давних времен рыбалка является неотъемлемой частью жизни каждого любителя посидеть с удочкой у воды. Для кого-то это просто хобби, а для кого-то реальная профессия. Накануне все любители и профессионалы отметили День рыбака. Рыбалка – это хобби, интерес, состояние души или желание уединиться с природой. Для каждого человека это занятие имеет свой смысл. Первооткрывателями в этом непростом деле были наши предки, а первая удочка была совсем незамысловатой и состояла из лески, которая была сделана из жив животных, и рыбьей кости. С этих пор прошло много столетий, но по сей день рыбалка является для некоторых людей чем-то личным и временами даже сокровенным. Очень много в водоеме, чем дома сидеть, отдыхать. Природа живая. То есть это и привлекает, да? Да. Рыбалочки. Ну и бонусом рыбка тут заодно, когда природа живая, наполняет энергией. Почему вы занимаетесь рыбалкой? Для удовольствия, для любительского удовольствия. Почему это приносит вам удовольствие? Не знаю, интерес, азарт. Свежий воздух, досуг. Отдыхаем. Это своего рода отдых такой. Наслаждаешься, отдыхаешь. Люблю это заниматься. Давно, с детства. Почему выбираете именно такое времяпрепровождение? Ну, это на любителя. Кто-то охотой занимается. Мне вот рыбалка очень нравится. Посидеть чисто не в том, чтобы рыбу поймать, а чисто отдохнуть, посидеть, порыбачить. Я рыбачу уже, можно сказать, с малых лет. Ну, лет пяти-шести. Вот, поэтому очень люблю рыбалку. Мне нравится, особенно хищную рыбу ловлю. Очень интересно. Кто вас приобщил к такому времяпрепровождению? Ну, вообще, мой родной дядька. Он, получается, рыбачил. Ну, я смотрел, смотрел. И потом он мне вручил палочку, как это в детстве. Лесочку, и я вот начинал с пискарика, вот это вот рыбачил. И все, и у меня вот это вот душе, сердце, все. Я вот не могу вот без рыбалки. Вот мне вот нравится. Меня вот постоянно тянет на водоем. И вот так вот живу уже мне вот сколько лет. Я вот до сих пор люблю рыбачить очень. Вот эта вот атмосфера. Особенно люблю постоянно один ездить, то есть наедине, вот сам подбирать вот эти вот приманки, ключики к рыбе. Сегодня клюет, завтра не клюет. Вот этот вот азарт, там, поймать трофей получше, там, покрупнее. Так, свежий воздух, в конце концов, природа. А как долго вы занимаетесь рыбалкой? Вообще-то я с детства. С малолетства, можно сказать, рыбачил. Все сначала на каналах, на земле. Ну, а потом уже подрос, енисей стал и так далее. Кто вас к этому занятию привлек? Ну, это, наверное, наследственное. Как говорится, у меня отец был, с детства рыбачил. И так же и я. Большой глубокий отдых. От чего? От работы, от суеты, от города. А ты давно занимаешься рыбалкой? Нет, первую рыбу хочу поймать. А почему ты хочешь поймать себе рыбку? Для чего? Просто так, чтобы первая была самостоятельно. А тебе вот уже нравится? Да, вроде бы пока да. Это удовольствие, это развлечение, как бы. Можно покупаться, можно отдохнуть, можно порыбачить. А ведь на самом деле есть в рыбалке и своя романтика, и свой спортивный интерес. Кому-то важно поймать рыбу для обеда, а кому-то просто потренировать свое терпение и усидчивость. Кто-то привезет на водоем всю семью и обучит мастерству детей или внучат, а кто-то поедет один, чтобы подумать о жизни или побыть наедине с природой. Словом, ловись, рыбка. Ксения Рехлова, Александр Кожевников. Новости. С 16 по 18 августа в городском центре культуры Победы снова состоятся кинопоказы фестиваля уличного кино. Абаканцев ждет три дня авторских короткометражных фильмов. Это самый масштабный смотр кино под открытым небом в России. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. Эксперты фестиваля обработали более 1 тысячи заявок и выбрали из них 70 работ. Победителя по традиции выберут зрители. По окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы. Лучший получит грант в размере полутора миллионов рублей. В этом году фестиваль уличного кино реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Вход свободный, начало сеансов 18.30. Слава хлебу на столе. Воспитанники Абаканского детского сада «Журавлик» не только знают, как важно бережно относиться к хлебу, но и умеют его приготовить. В этом дошкольном учреждении ребята знакомятся с сельскохозяйственными культурами и учатся о главном истинном нашей жизни. Подробнее Екатерина Шахаева. Мы посадили пшеницу для вас, чтобы вы посмотрели, как она выглядит. Это пшеница. Несмотря на то, что основная учеба давно закончена и на дворе середина лета, ребята продолжают получать новые знания, ведь у воспитательного процесса не бывает выходных. Сегодня дошколята знакомятся с продуктом сельскохозяйственного труда, а точнее с процессом получения хлеба. Малыши учатся копать землю, затем ровнять ее, сеять зерна, поливать, собирать колоски с помощью комбайна и грузовика. И после такой слаженной работы отправляют урожай на мельницу. Воспитатели, конечно, изобретательные люди. Создали множество предметов своими руками, чтобы показать процесс предметно, используя привычную для детей форму – игру. Один будет комбайном управлять, а другой машина. Ставьте, что он насыпался. Вот сюда засыпалась целая машина зерна. Помогли узнавать новые сотрудники библиотеки для слабовидящих. Они познакомили ребят с персонажем, который является хлебным изделием – с колобком. Но колобок скрывался в необычной книге, а в книге на языке Брайля. Брайлю мы их не учим, но подготавливаем руку таких детей к обучению в школе. Это касается только детей, которые слепые либо слабовидящие. Мы готовим чувствительность пальцев к такому шрифту. То есть дети понимают, куда нужно поставить. Потом они будут понимать, как буквы набивать, как их читать. В библиотеке для слепых хранится множество различных книг. Причем это не только сказки, но и разные пособия для тифлопедагогов, для родителей, которые работают со слабовидящими детьми. В нашей библиотеке существуют вот такие вот издания для слепых и слабовидящих детей. А в данном случае сказка «Теремок» для детей дошкольного возраста. Пособия для таких детей, которые плохо видят и совсем не видят. Пособия сочетают в себе укрупненный шрифт, брайлевское описание, также рельефное изображение выпуклое для тех детей, которые совсем не видят. Когда мы перелистываем страницу, у нас остается просто вот такой укрупненный шрифт. Это для слабовидящих детей. Многие представленные книги сочетают в себе рельефно-графические картинки. Брайлевские и укрупненные шрифты. Во многих есть и QR-коды, по которым можно прослушать сказку целиком. По словам библиотекарей, особой популярностью пользуются так называемые говорящие книги с флеш-картами, потому что по Брайлю мало кто читает. Мне нравился комбайн и грузовик. Книжка очень была интересная. А что в книжке было интересного? Какая она была? Коробок. Там были картинки, чтобы для слепых читать. Мы делали сенок. Был очень вкусный каравай. Мы сначала пахали, потом поливали. Мы сначала насадили, потом пахали, потом поливали, потом муку делали. А потом собирали урожай и кушали хлеб. Екатерина Шахаева, Василий Конзычаков. Новости. Сегодня православные всего мира вспоминают святых апостолов Петра и Павла. Они проповедовали христианство и привели к вере десятки тысяч человек. Оба апостола приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне. Общего мнения об их смерти у историков нет. Автор сборника «Житий святых» Дмитрий Ростовский считает, что они были казнены либо в один день, либо с разницей ровно в один год. Согласно христианскому вероучению, апостол Петр был ближайшим учеником Иисуса Христа. Именно он находился на горе Фавор и видел преображение Господне. А после воскресения Иисуса Петр проповедует его учения и возглавляет первую христианскую общину. За эту деятельность его распяли на кресте вниз головой. А вот апостол Павел Иисуса во время его земной жизни не видел. Он узнал Христа уже после его воскрешения. И стал проповедником, основал христианские церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Римской империи и написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел, как римский гражданин, был обезглавлен. В 324 году в Риме и Константинополе появились первые храмы в честь Петра и Павла. С тех пор праздник стал отмечаться более широко. Само же появление праздника связывается с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как раз 12 июля 2058 года. Поэтому православные отмечают этот день 12 июля, а католики – 29 июня. В этот праздник, как и на Ивана Купалу, проводили ритуальные омовения освященной водой. Купались, разжигали костры. Ночью молодежь совершала обходы домов и полей, гремя бубенцами, заслонками и громким пением под гармонь, отпугивая нечистую силу. А на рассвете было принято караулить солнце для того, чтобы прогнать от села русалок. До наших дней эти традиции не дошли. Однако есть некоторые поверья. В этот день запрещено наводить порядок в доме, чтобы не вымести счастье и не вымыть удачу. Также под запретом шитье, вязание, стирка и глажка. В День святых апостолов Петра и Павла нельзя ругаться, ссориться и думать о дурном. А еще венчаться, брать взаймы и употреблять спиртные напитки. Лето неумолимо приближается к середине, а нужно еще очень многое успеть. Попробовать спелую клубнику и сочный арбуз. Отдохнуть на природе и встретить рассвет. Искупаться в реке и насладиться запахом свежескошенной травы. В огромной гамме наших ощущений есть исключительно летние. У кого-то отпуск уже позади, а у кого-то он только начался. Значит впереди время для отдыха. Лето, как и все другие сезоны, длится 3 месяца, но по ощущениям оно всегда короткое. Поэтому очень важно уметь насладиться каждым летним днем. Как проходит ваше лето? Активно? Ай, да, очень активно. Здорово, тепло. Какие планы? Вот вы всегда катались или вот этим летом начали? Всегда катались и в планах кататься, кататься, отдыхать, проводить активно. Ну вот эти выходные, это лето. В городе Абакани есть возможность прокатиться, есть дорожки, где можно прокатиться погулять. Катаемся мы не только здесь, еще и по городу сейчас, где новостройки тоже есть возможность прокатиться на велике. Проводим лето очень хорошо. И в хорошую погоду, и в дождь мы находим, чем заняться с нашей внучкой. Ну сейчас как-то меняется в Абакан, когда приезжаете? Очень, очень. Я с удовольствием всем говорю, что я абаканка. Подача в вузы вообще все занимает время. Тем не менее, находите время для отдыха? Обязательно вот по утрам бегать, отлично. Ну, тоже и в городе, и на даче. А сегодня вот с внучкой пошли прогуляться. Прогуляться по парку. То на даче растет. Да все, но в этом году позамерзло много. А так все растет. Ой, разгар лета. Работаю учителем в школе, поэтому провожу его замечательно. Недавно в отпуск пошли. И поэтому сейчас отдыхаем, готовимся к новому рабочему году. Вот так. Хотя бы вот по Хакасии можно съездить. Места какие-нибудь посмотреть. Здесь очень много красивых мест, которые мы еще не видели. Отдыхаем, наслаждаемся природой. И погодой. И погодой хорошей. Я поступаю в колледж, поэтому езжу по городам. Ну, подаю документы. Работаю. Вот. Ну и в принципе отдыхаю. Все, наверное. То есть лето такое у вас ответственно, нужно поступить, да? Да, я думаю, да. Потому что я как бы поступаю в мус-колледж. Музыкант – это такая профессия, что нужно, да, вы правильно сказали, ответственно к этому относиться. Поэтому сейчас все очень плотно, плотный график. В основном на огороде. Так не похоже. Так не похоже. У меня сегодня выходной. От огорода? От огорода. Что делаете в выходной от огорода? А вот гуляю. Ну, здесь все красиво. Тут расстраиваюсь очень хорошо, очень быстро. И очень надежно. Ну, можно погулять, покупаться. Вон на высоском полазить. С папой недавно на рыбалку ездили. В Канске ездил на соревнования. Хорошо, активно отдыхаем, гуляем, наслаждаемся. В ночь с 13 на 14 июля Хакасия ожидает Суперлуния. Луна будет находиться максимально близко к Земле. Расстояние между нашей планетой и ее спутником сократится на сотни тысяч километров. Пик этого явления придется на 14 июля в 1 час 38 минут. Поэтому каждый житель Хакасии сможет полюбоваться этим явлением. Суперлуния – это новолуния или полнолуния в момент максимального сближения Луны с Землей на заданной орбите. Оно бывает 3-4 раза в год. И 2022 год не является исключением. В этом году ожидается 3 Суперлуния. Первое было 14 июня. Для тех, кто не сможет увидеть его и на этот раз сможет полюбоваться им 12 августа, сообщают эксперты. На этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте abacan24.ru. Ищите на скабельных сетях Orion Telecom, Telecenter, SCAT и Rostelecom. Также я напомню, все материалы наших корреспондентов, прямые эфиры, авторские программы вы всегда можете найти на видеохостинге Рутуб. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok